Причем это не просто ученый, это человек, который совершил научный прорыв мирового, мирового уровня. Он открыл новый механизм хранения информации в ДНК. Максим Никитин. Максим, здрасте. Здравствуйте. Сейчас вот то, что было сказано, не понимает не то, что половина зала, половина ведущих не понимает. Что вы изобрели? Давно было известно, что ДНК хранит информацию определенным образом. Кому это было известно? Многим, кто ходил в школу или закончил школу в основном-то. Я не закончил школу. Было известно, что ДНК хранит информацию о наших генах, нашу наследственную информацию, которую мы передаем детям и так далее. Но при этом мне удалось в какой-то момент понять, что на самом деле в ДНК может храниться совершенно другого типа информации, которую раньше мы не видели. Не переключайтесь, дальше мы будем решили. В ДНК можно какую-то засадить другую информацию, которой не было до этого? Да, более того, мы можем ДНК-компьютер построить, который будет намного круче и интереснее работать энергоэффективнее, чем любой электрический компьютер.